Алексей Янин – знаменитый российский актёр, чья яркая и талантливая карьера оставила неизгладимый след в истории российского кино и театра. Сегодня, 2 сентября 2023 года, мы с горечью сообщаем, что после долгой и тяжёлой борьбы с болезнью Алексей Янин ушёл из жизни. Его смерть оставляет огромную пустоту в сердцах поклонников и коллег, и мир искусства лишается яркой звезды. Творческая биография Алексея Янина была насыщенной и полной творческих вершин. Однако, как часто бывает в мире искусства, за успехом и славой скрываются многочисленные трудности и жертвы. Актёры часто подвергают себя физическим и эмоциональным нагрузкам, чтобы создать непередаваемые образы и истории на сцене и экране. Биография Алексея Янина началась 14 марта 1983 года в Москве. Его семья не имела профессионального отношения к миру искусства. Отец был преподавателем истории, а мама работала экономистом. В семье помимо Алексея воспитывалась его старшая сестра. С самых ранних лет мальчик проявлял свою творческую природу. Неуёмная жизнерадостность, весёлый характер и положительная энергетика не оставили равнодушными его воспитатели и учителей. Алексей Янин всегда был настойчив в достижении своих целей и не боялся делать смелые выборы. Его путь к актёрству был сопровождён рядом уникальных событий и важных решений, которые сделали его тем актёром, которого мы все знаем. Его семья, состоящая из преподавателей истории и экономики, надеялись, что Алексея выберет стандартный путь образования и карьеры. Однако уже с ранних лет молодой парень проявлял интерес к искусству и творчеству. Его живой характер и желание выразить себя на сцене не оставляли сомнений в том, что актёрство – это его призвание. Выбор учебного заведения оказался непростым для Алексея. Школа-студия МХАТ осталась закрыта для Алексея, но другие престижные институты, такие как Щепкинское училище, ВГИК и ГИТИС, готовы были принять его. Он решил следовать рекомендациям своего наставника и, несмотря ни на что, отправился в МХАТ. Оказавшись в МХАТе, он понял, что это место, где он сможет развить свой талант и стать настоящим профессионалом. Актёрское мастерство Алексея Янина было впечатляющим. Его рост и атлетическое телосложение в сочетании с его талантом привлекали внимание не только на сцене, но и за её пределами. Его диплом с отличием об окончании театрального училища был заслуженным подтверждением его способностей и упорства. Сразу после получения диплома Алексей Янин был приглашён в несколько театров, но он решил начать свою карьеру в Рамте. Этот выбор был обусловлен его предыдущим опытом работы в этом театре и желанием продолжать совершенствоваться в этой замечательной творческой обстановке. Основная слава и признание пришли к Алексею Янину после его успешных ролей в кинематографе. Его дебют в мире кино состоялся с образом спутника главной героини в комедийной картине «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Этот фильм стал первым шагом в его кинокарьере и принёс ему признание зрителей и критиков. Затем последовали приглашения на небольшие, но заметные роли в фильмах, таких как «Детектив», «Москва. Центральный округ» и криминальная драма «Жизнь. Поле для охоты», где он сыграл образ генеральского сына. Начало 2015 года оказалось для Алексея Янина переломным. Интенсивный график съёмок, частые переезды и недостаток отдыха стали сильным испытанием для его здоровья. Эти факторы сыграли роковую роль в его жизни, приведя к серьёзному инсульту, который случился в начале мая того же года. Сначала Алексей почувствовал себя плохо. Его супруга среагировала немедленно и отвезла его в первую городскую больницу. Там врачи провели обследование и поставили диагноз «инсульт». На момент обращения объём крови, собравшийся в гематоме в мозгу, достиг около 70 мг, при том, что смертельная доза считается 100 г. Важно заметить, что при инсульте необходимо оказать помощь в первые часы, но операция была назначена лишь через неделю, время было упущено. Семья не соглашалась с этим назначением и решила перевести Алексея в другую клинику. Однако после перевозки его состояние ухудшилось, что вынудило врачей провести экстренную трепанацию черепа. После операции актёр был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Это страшное событие потрясло мир искусства и поклонников Алексея Янина. И несмотря на тяжёлое состояние и многочисленные трудности, Алексей Янин продолжал бороться. Его семья, друзья и коллеги поддерживали его, а его сила воли и желание жить были впечатляющими. Весь мир надеялся, что он сможет преодолеть этот тяжёлый момент и вернуться к искусству. Последние годы жизни Алексея Янина были невероятно сложными. После инсульта, пережитого в 2015 году, он пришёл в состояние полной физической недеспособности и был вынужден проживать в доме со своей матерью. Его инвалидное кресло стало его постоянным спутником, а тренажёры его надёжными друзьями в борьбе за восстановление. Друзья и неравнодушные поклонники актёра оказывали ему поддержку, стараясь сделать всё возможное для помощи. В марте 2021 года Ольгу Андреевну, мать Алексея, пригласили на телепроект канала «Россия-1» под названием «Близкие люди». В студии передачи она продемонстрировала видеоролики, снятые во время прохождения с сыном курса реабилитации. Эти ролики показывали невероятный прогресс Алексея, от невозможности двигаться и разговаривать до частичного восстановления физических навыков. Это был результат огромного труда и усилий. И несмотря на все трудности, мать была горда своим сыном. Трагическая новость о смерти Алексея Янина 2 сентября 2023 года оставила сердце поклонников и коллег актёра в горе. Его талант, стойкость и душевное богатство навсегда останутся в памяти искусства и тех, кто его знал и уважал.